Война. День 266. Ситуация на фронтах. Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Основной целью были объекты энергетической инфраструктуры. Сообщается, что было выпущено порядка 100 ракет, 73 из них были перехвачены. При этом обломки одной из сбитых ракет упали на жилой дом в Киеве. Также ракетным ударом подверглась территория Польши в 6 километрах от границы с Украиной, в результате чего погибло 2 человека. Пока достоверно неизвестно, что именно произошло и сколько было ракет. На опубликованных кадрах видно останки ракет ЗРК С-300, которая могла быть выпущена Украиной, дабы сбить российскую ракету. Ракета могла промахнуться и не самоуничтожиться в воздухе, упав на территорию Польши. В то же время характер разрушений и воронки больше похож на действия более мощной боевой ракеты. Поэтому другая версия. Украинское ПВО отклонило от курса российскую ракету, и та вместе с обломками С-300 упали на территорию Польши. При этом власти Польши заявляют, что ответственность за подобный удар в любом случае лежит на России, как стране-агрессоре. Хоть они и не считают, что удар был преднамеренный, а считают его несчастным случаем. Данные еще будут уточняться. На момент записи еще достоверно неизвестны все подробности взрыва. Альянс Свободы. Белый дом обратился к Конгрессу для выделения финансовой помощи Украине в размере 37,7 миллиардов долларов. 21,7 миллиардов из этой суммы будет направлено на военную помощь и усиление обороноспособности Украины. 14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства. 900 миллионов на здравоохранение и финансовую помощь украинцам в США. 626 миллионов на поддержку ядерной безопасности Украины. Восток. По нефтебазе в Орле был нанесен удар беспилотникам. Повреждения незначительные, видимо резервуар был пустым. Также сообщается о падении ракеты точки У в Белгородской области, которую сбило ПВО. Продолжаются бои по направлению Ксватова. Есть подтверждение о освобождении Макиевки, а также о боях за Новомикольское, что означает о продвижении украинских сил и перерезании трассы Р-66. Но кадрами это пока не подтвердилось. Южнее россияне атаковали Торское, но безуспешно. Напротив отмечается продвижение ЗСУ ближе к Креминой, что отмечается аналитиками на основании кадров. На правом берегу Северского Донца российские войска атакуют Белогоровку в Луганской области, а также на трассе Т-1302. Ожесточенные бои продолжаются на подступах к Бахмуту, а город подвергается постоянным артиллерийским обстрелам. Российские войска заявляют о захвате Майорска, демонстрируя в качестве доказательства фото на фоне дорожного знака на восточной окраине города. Для полноценного подтверждения необходимо фото хотя бы из центра. В районе Авдеевки россияне атаковали Красногоровку, Первомайское и Невельское, но продвинуться не смогли. А вот опытное, похоже, им удалось захватить. В районе Мглидара продолжаются бои. Павловка до сих пор оспаривается. Россияне там несут большие потери. Дальше обстрелы по всей линии фронта, но без изменений. Юг. Украинский генштаб сообщает о обстреле со стороны Кенбургской косы, что свидетельствует о том, что она контролируется российскими войсками. Днем ранее многие украинские телеграм-каналы сообщали о освобождении Олешек и Голой пристани, без малейшего доказательства. Там действительно сообщалось о обстрелах и даже стрелковых боях, но, разумеется, освободить их, форсировав Днепр, крайне сложно. В то же время там очень широкая заболоченная местность формируется днепровскими плавнями, что позволяет скрытно высаживать небольшие диверсионные группы в неожиданных местах. Быть может, с этим и были связаны стрелковые бои. Переправить тяжелую технику для организации плацдарма на левом берегу Украины вряд ли есть возможность. Спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями и подпиской. Кстати, там у PowerNestShivy вышел новый сбор. Предлагаю поддержать вам его. А также спасибо всем, кто поддерживает канал Финансово.